История в красках. В прямом смысле этого слова. Какие только рисунки не приходят на электронный адрес брестской художницы Надежды Вусик. Но к каждому девушку подходит ответственно и серьезно. На всех этапах заказчик видит ход работы и может внести предложение. Когда рисуешь, тут нет эмоций. Тут холодный разум на самом деле. Ты рисуешь, анализируешь, как сделать, что сделать. Я бывает засыпаю, в смысле, когда у меня какой-то заказ уже, я вижу картинку, я засыпаю, думаю, как мне это нарисовать. Ну, опять же, тоже, каждую работу я еще через себя пропускаю. Все началось несколько лет назад. Тогда расписать куртку Надежде предложила подруга. Художник по образованию, прежде чем приступить к выполнению, просмотрела сотни сайтов с рекомендациями. Знания были, не хватало практики. Два-три дня полного погружения в тему дали свой результат. Роспись настолько увлекла, что стала для Надежды и отдушиной, и способом заработка. Эмоции, эмоции, когда отдаешь, когда готова работа. Когда люди потом где-то выкладывают, говорят приятные отзывы. Это вот это самое меня, конечно, да. Мне всегда вдохновляли люди. Вот это у меня было… Если меня хвалят, если меня замечают, это мои крылья. Поэтому я стараюсь себя окружать такими людьми, с которыми всегда интересно что-то обсудить, поболтать. Я могу спокойно рассказать свои идеи. И мне там что-то скажут, да, нет, обсудят. В общем, не так, чтобы сразу, ой, зачем надо. Сегодня в мире моды в тренде авторские работы. Эксклюзивный рисунок на джинсовке – это хорошая возможность раскрыть свой стиль и подчеркнуть индивидуальность. Смотрится это современно и необычно. И главное, второй такой точно не будет. Уже так их как-то различаю. Уже идут по городу голая спина. Здесь джинсовая нерасписанная куртка. Мне прям хочется так подойти и сказать, здравствуйте. А не хотели бы расписать? Как-то так у меня уже идет. Ферсиональное такое. Когда работа приносит удовольствие, это видно. Потому что в этом случае результат всегда исключительный. Возможно, со временем увлечение надежды станет чем-то более масштабным. Пока же она с удовольствием трудится в своей просторной мастерской и искренне радуется, когда ее работа приносит человеку радость и счастье.